Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогая церковь. Сегодня у нас необычное служение. Сегодня служение, когда у нас есть возможность приготовиться к воскресному дню, к необычному дню, к тому дню, который мы празднуем раз в месяц. Воспоминая глаголство, когда не Господа нашего. И сегодня же служение, когда мы должны приготовить свое сердце, себя. Мы не только должны делать раз в месяц перед вечерей, просматривать себя. Может быть, что-то у нас есть в жизни. Но я думаю, мы это должны делать каждый день. Но это особенное служение, когда мы готовимся к вечери Господней. И для разуждения, для молитвы хотелось предложить одно место из Священного Писания, которое записал апостол Петр в своем послании, в первом своем послании. Почитаем 2 глава, 22 стих. Первое послание Петра, 2 глава, 22 стих. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Также прочитаем еще один стих, следующая глава, 3 глава, 18 стих. «Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив духом». Апостол Петр говорит, что он не сделал никакого греха. Мы прекрасно знаем жизнь Иисуса Христа. Читая Священное Писание, мы видим много о Его жизни. Это был человек, такой, как и мы, во плоти, но это был Сын Божий. И Петр говорит, что в нем не было греха, хотя Христос был искушаем, как каждый человек, но, несмотря на все это, грех не имел на нем никакой власти. И Петр говорит, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Знаете, долго об этом думал, об этом стихе размышлял. Христос пострадал за грехи наши, чтобы привести нас к Отцу. Как это понять? Как Он мог привести нас к Отцу? Знаете, если рассматривать это слово «привести», знаете, из греческого перевода это слово имеет значение, что какой доступ? Через Христа мы имеем доступ к Отцу Небесному. Какой доступ? Неужели человек не имеет какого-то доступа или не имел доступа к Отцу, к Богу? Но это все идет из начала существования человека на этой земле. Помню, когда Бог создал Адама и Еву, когда они жили в саду Эдемском, все было прекрасно. Человек жил на этой земле, тогда их было двое, Адам и Ева, они жили в саду Эдемском, они ни о чем не переживали, ничего не боялись, ничто им не угрожало, все было прекрасно. Адам, он общался с Богом, имел это общение. Но вот в один момент, когда Адам вкусил запретный плод, грех вошел в человека. И вот эти отношения, вот это то, что Адам имел общение с Богом, это прервалось, этого больше не было. Я думаю, это было прекрасное время, когда Адам мог общаться с Богом. Мы читаем, что в прохладе дня, я не знаю, может быть, возможно, это было в конце дня, когда уже немножко прохладнее становилось, когда Бог приходил и общался с Адамом. Может быть, Адам рассказывал, как прошел день, как было хорошо. Они имели общение, может быть, как мы с вами можем общаться с друг другом. Я не знаю, может быть, в то время не исключено, что, возможно, даже Адам мог видеть Бога. Но когда грех вошел, это все прекратилось. И Бог сказал Еве, что в муках будешь рождать. А Адам в поте лица добывать себе хлеб. Жизнь человека радикально изменилась. Грех он все поменял. Человек уже не мог жить так спокойно, как раньше был. Он стал бояться. Какие-то животные, с которыми он раньше рядом ходил, и лев, и медведь, и волк. После грехопадения это стал врагом человека. После грехопадения человек для того, чтобы пропитаться, должен был тяжело работать. После грехопадения для того, чтобы человеку согреться, он должен был одеваться. После грехопадения человек не мог иметь общение с Богом. Как подобное мы прекрасно знаем, когда, если мы имеем общение с какими-то друзьями нашими, и что-то происходит между нами, и потом мы не можем уже общаться с этим человеком. Может быть, что-то он нам сказал, или что-то сделал, или какой-то поступок его, и у нас уже нету тех отношений. Мы, может быть, можем видеть друг друга, но уже таких отношений, такого контакта, и таких дружеских отношений уже этого нету. Может быть, с некоторыми людьми мы вообще больше видеться не можем. Что-то произошло, произошел какой-то раскол между нами. Грех. Он сделал эту большую пропасть между человеком и Богом. Грех он разделил человека с Отцом Небесным, с Творцом Его. Но апостол Павел говорит, но Христос пострадал, чтобы привести нас к Богу, чтобы доступ был у человека к Богу, к Творцу Его. Знаете, подобное, как оборванный провод. Знаете, я часто сталкиваюсь по работе с этим, что нету света. И ищешь почему, и находишь, что где-то провод разорванный. И тогда нету этого света. Так же и отношения были порваты. Но апостол Петр говорит, что через Иисуса Христа мы имеем доступ, доступ к Отцу Небесному. Если бы не жертва Господа нашего, если бы не приходил его на эту землю, если бы не отдал свою жизнь, мы бы не имели доступ к Отцу Небесному. У нас бы не было возможности, мы бы не могли собираться, мы бы не имели спасения. А через Иисуса Христа, через Его жертву, мы имеем доступ к Отцу Небесному. В воскресенье, когда мы придем сюда, здесь будет стоять стол, здесь будут стоять чаши наполненные, здесь будет стоять хлеб. это то, что Христос сделал ради нас. Христос пришел для того, чтобы отдать себя ради нас. Для того, чтобы вот эти отношения между нами, между Богом, они были восстановлены. Знаете, я задумывался, думаю, почему Бог, Он захотел, чтобы восстановить свои отношения с человеком, с тем человеком, который некогда слушался Его, когда Бог сказал Адаму, не ешь это, не трогай этого, Адам все равно это сделал. И Бог захотел восстановить отношения с нами, с людьми, те, которые непокорны Ему, те, которые непослушны Ему, те, которые много Его огорчают, много приносит Ему боль и страдания. Бог захотел восстановить отношения с нами через Сына Своего, через Невинного, Который не сделал никакого греха, как апостол Петр говорит выше. Но Бог не нашел иного пути, чтобы восстановить отношения нас с вами. Как только послать Сына Своего, Он Его отдал в жертву, в жертву за каждого из нас, для того, чтобы мы могли иметь доступ к Отцу нашему Небесному. Через Его жертву, через Его пролитую кровь мы имеем жизнь вечную. Мы имеем то, чего мы никогда в своей жизни не заслужили и не заслужили бы, только через жертву Господа нашего Иисуса Христа. И у нас есть прекрасная возможность склонить наши колени, возблагодарить Господа нашего за то, что Он пришел на эту землю, Он отдал свою жизнь, Он умер и воскрес для оправдания нашего. И Он теперь доступ наш к Отцу Небесному. Вот этот порванный провод, который не подает тока, который не дает света, Христос соединил. И мы имеем доступ к Отцу Небесному. Мы можем обращаться к Нему в любое время, с любой нуждой, с любой просьбой. И Он слышит наши молитвы, потому что Христос соединил, сделал это соединение, сделал этот доступ наш к Отцу Небесному. За это мы благодарность. Склонимся и прославим Господа нашего. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok